Алло. Алло, Раушан? Да. Здрасте. У вас детей-то сколько? Двое, что ли? Да, двое. А сколько лет? Один и три годика. О, большие мои, ему девять лет. Один, да, у вас мальчик? Да, да. Да, у меня две девочки. То есть в декрете, получается, сидите, да, на работу не ходите? Да. Ну, пока в декрете в Мауте я хочу выйти. Понятно. А вообще, о сути работы представляете, что нужно делать и как работать или все нужно от нуля рассказать? Ну, как я поняла, так в Ютубе я там мельком пролетала, там, что-то по Фаберлику так интересно было, а потом что-то накнулась на вашу социальную сеть и решила написать. А так как бы особо не понимаю, что там понимать. Я понимаю, что личное потребление, это, как я прочитала, это надо покупать, да? Ну, вообще главное это у нас размещение рекламы в интернете, да? То есть я уже активировала магазин свой личный, да? Ага. Вот, он уже работает, это у нас дополнительный инструмент для работы. Вот, мы размещаем ссылочку на регистрацию. Большинство регистрируется просто себе брать со скидкой, да? Ну, как покупатели просто. Вот. Значит, самое ходовое, это идет хостовары. Ну, вот, все для уборки, стирки, там, порошки, кондиционеры, да? Посуду мыть, такое вот. И на втором месте идет одежда. Для детей там тоже все есть, для новорожденных с нуля лет, комбинезончики, слюнявчики. В общем, для детей вообще все есть. И кондиционеры для стирки тоже все ноль плюс, посуду мыть ноль плюс идет средства. Вот. Ну, да, я порошком вот пользовалась, и средства для посуды и духовок я вот брала. Ну, да. Компании вот очень положительное отношение, потому что по всем каналам реклама идет, да? Во всех журналах известных публикуется реклама, и все уже наслышаны про эти хостовары, они реально всем нравятся, и в магазине аналогов нет. Плюс еще цены дешевые. Вот. Особенно там средства для плиты и духовок там, ну, в магазинах вообще такое не продается. Ну, и поэтому, вот. Ну, в общем, основное у нас подача рекламы в интернете, и у нас 22 метода работы в интернете, да? Ну, все не нужно, все даже изучать не нужно, нужно выбрать два. Два достаточно, допустим, выбрали вот Инстаграм и ВКонтакте, да? Ну, какие знакомы? Просто некоторым знаком там Фейсбук, например, и Одноклассники только, да? Они их выбирают. В общем, какая соцсеть больше знакома, то и выбираем. Мы там открываем рабочие аккаунты, размещаем рекламу. Допустим, если в Инстаграм, то у нас есть программки, они бесплатные, они сами делают подписки у нас, то есть, чтобы время нам экономить, мы только их заполняем, рабочие делаем, да, аккаунты, загружаем программу, запускаем задания, подписки идут у нас, и люди сами регистрируются по ссылочке, либо пишут в WhatsApp, Viber, ну, данные скидывают, ручную мы их регистрируем. Если это просто покупатель, мы высылаем картиночки подарков, да? Вот. В обучение тогда не добавляем. Если он хочет еще и развивать магазин тоже, то добавляем в обучение в Телеграме. Ну, и в принципе все. Вот. Мы сами, естественно, пользуемся, да, по мере там потребностей, сколько надо. Ну, никто тут не говорит закупаться, что там на 100 тысяч тенге, да? Вот. Это никто не просит, поэтому сколько вот надо, вот надо хостовары, не знаю, чай зеленый, трусы, прокладки надо вот в этом месяце, столько и взяли, да? Лишнего ничего не берем, продажами не занимаемся. Ну, по желанию можно, конечно. Ну, кто вот занимается одними продажами, но на них много не заработаешь. Конечно, 20% там в карман поломишь, но это очень мало денег по сравнению, если куча, тысячи людей приходят с интернета. Вот. А как, смотрите, вы говорите там ВКонтакте, да, Фейсбук, но я вообще не люблю ВКонтакте, Фейсбук и что-то такое. Если у Инстаграм, вот хорошо, нормально, да, то можно в одном Инстаграме, но тогда надо побольше аккаунтов открыть и в программу загружать. А, ну, допустим, если как бы Одноклассники, вот мне как-то больше по душе. Можно, да, любой можно выбрать, да, я просто для примера привела. Да, конечно, да. Одноклассники. Ага, ну, как бы так. Ну, я как вам вчера говорила, да, это то, что у меня ноутбук полетел, там, жёсткий диск, мотив, плата, в общем, только пока у меня наличие телефона. Ну, мы в основном с телефона, да, и работаем. Я сама тоже больше с телефона, даже вот где-то сижу в аэропорту, размещаю рекламу с телефона. В компьютере я только, если, ну, заказ делаю, в основном, чтобы там покрупнее мне всё видно было. А, ну, понятно. А так я в основном с телефона работаю. Ага, понятно, значит, надо удлинители привлечь здесь и с телефона. Что-то я ещё хотела спросить. Ну, да, в принципе, на потребление, значит, делится и на бизнес, да? Ну, так как вот люди не очень, большинство не очень любят продажами заниматься, поэтому на продажи не зовём. Проще всего просто себе брать, сколько надо, и каждый берёт себе, сколько надо, и таким образом мы создаём большой товарооборот. Вот. То есть у меня, например, в декабре был около 6 миллионов рублей товарооборот, но в деньге это помножить на 5. Ага, ну, это классно. Да, поэтому, ну, 2 года, учитывая, что я 2 года работаю, ну, есть, конечно, кто и больше работает намного, вот, поэтому, ну, и зарабатывает, соответственно. Поэтому, ну, каждый в своём режиме. Ага, вы, получается, только по социальным сетям, да, работаете? Ну, я только в интернете, я знакомых не зову, да. Да, то есть, ну, знакомых, ну, у нас, допустим, несколько человек есть, да, ну, а в интернете же тысячи людей. У меня вот откуда в структуре 11 тысяч человек больше, да? Я же, у меня знакомых никогда в жизни столько не наберётся, в телефоне-то контактов обычно, ну, 500 у людей, а не больше. Ну, я бы тоже не хотела со своими родственниками, допустим, сотрудничать, потом, где-то, если вдруг у меня не получится, чтобы они там не грешили меня, вот, и там, вот, патрон какой-то меня позвала, и чтобы лишних, как бы, разговоров не было. Ну, как бы, вот так. У родственников, да, пока сами успеха не достигли, пока не умеем правильно вообще объяснить, да, ну, кто вот в продажах уже сам работает изначально по жизни, да, в банковские там работники, они уже могут с любым правильно преподнести информацию, что люди сами за ними побегут, да, а пока мы этого не умеем, то и не надо вообще никаким знакомым родственникам ничего предлагать, вот. Ну, в крайнем случае, ещё можно предложить на подарок регистрацию, сейчас духи, потому что всем подарок идут, вот, в крайнем случае, вот это можно, а что-то там на бизнес звать, пока сами не разбираемся, это вообще не советую. Ну, в принципе, понятно. Ещё есть стартовая программа, про неё не видели картинку? Что-то нет, что-то не видела. Ну, в общем, там, получается, мы разных наборов получаем в течение полгода, то есть в каждый каталог какой-то набор, то есть то набор посттоваров, то набор парфюма, то набор кремов, если мы не пропускаем заказы. Вообще их можно пропускать, но если не пропускаем, то наборы такие получаем. Вот шаг первый, это духи, да, в подарок, абсолютно бесплатно. Вот. И, ну, все эту программу любят, у нас прям плачут и рыдают, кто из неё слетел случайно. Вот, все прям обижаются на наставника, что им не сказали, ну, хотя там написано всё в кабинете, да. Всё равно очень обижаются, потому что на такую огромную сумму, получается, подарков, ну, ни в одном супермаркете не дадут. Вот. Поэтому все постартовые идут, стараются заказы не пропускать. Ну, плюс ещё там по старинке бывает, некоторые каталог на работу отнесут, и там уж она собирают заказы. Вот, 20% все в карман положат. Вот. Ну, в принципе, Телеграм уже скачен, да? Да, я вот вам начинаю. Да, видела там, ага. Всё, я тогда сейчас добавляю там в обучение. Чат про начало работы там весь изучаем, то есть ВИП-программу, стартовую, то есть быстрый старт, премии директору какие. Всё это изучаем. Вот. Что ещё? Ну, ВИП-программу, например, мы сами, если не делаем 100 баллов заказ, да, большой, но некоторые новички сразу делают, да? Они могут на 20-30 тысяч рублей даже сделать первый заказ, да? Вот. То есть это, ну, 100 тысяч тенге. И получается, мы должны их просто предупредить, что под ними компания автоматом регистрирует людей в этом случае, и у них 70% скидка на любой продукт, ну, ещё куча всего. Вот. Поэтому программу эту нужно всё равно знать, все эти видео посмотреть, хотя для себя и не используем, допустим. Ну, то есть сами не являемся ВИП. Так что, ну... Ну, поняла я, ВИП-программа не обязательно, да, как бы? Да, да. Ну, у меня у самой, да, у меня у самой тоже иногда ВИП, когда получается случайно, делаю ВИП. Как, когда нет, нет, ну, бывает, что что-то надо, там, у ребёнка куртку купить закончилось, там, кучу всего надо купить, ну, получается ВИП, да? Вот. Ага. Как бы просто дополнительный плюс. Ну, так, чтобы из-за него тут стараться, ну, как сказать, усилия слишком большие прилагать, я не прилагаю. Вот. Хорошо. Ну, в принципе, в принципе, суть ясна. Можно, в принципе, попробовать поработать, почему бы и нет. Ну, всё, в принципе, у нас на директора многие за месяц-два выходят, если усиленно начинают работать. Месяц-два – это нормальный срок для выхода на директора. Это в рублях зарплата – это 40 тысяч рублей, ну, помножить на 5, да? И премия по быстрому старту – 110 тысяч рублей. Вот. То есть это 550 тысяч тенге, получается, премия. Вот. Это когда группа достигла товарооборота 225 тысяч рублей. Угу. Ну, там уже я вниз, ну, сколько нужно, когда мне чуть-чуть поверхность, они понятны, конечно же. Что я хотела спросить, а заказ, на сколько сделать надо первые и в течение полуга, да, как я поняла? Ну, две недели вот осталось, чтобы получить духи в подарок, да. Ну, на любую сумму, какую там наберётся, я же не знаю, какие потребности у семьи. Вот. Ну, понятненько, в принципе, ну, мне там, что-то я, наверное, поначалу бы только химия возмула, потому что косметик не было бы хватало. Ну, да, для детей очень много, вот пятна в водителе, да, вот эти хорошие, как раз видны кондиционеры для стирки, порошки, там, потуду мыть и так далее. Ну, как, ну, в принципе, в принципе, понятно, что надо делать, там уже, походу, будем нацелиться, обучаться, спрашивать, что непонятно. Ну, новички будут советоваться по бытовой химии очень много, поэтому её желательно, конечно, всю попробовать. Вот. А, ну, это, конечно, химию можно пробовать, но только они косметики. Ну, мы всё равно, да, её в магазине покупаем, причём она дороже, вот порошок Ариэль два раза дороже стоит. Ну, да, в принципе, да. А я вот люблю жидкие, допустим, гели, хорошие. Там тоже есть, да, жидких полно. Угу, посмотрим, тогда там уже глянем. Ну, в принципе, всё понятненько, там уже, походу, будем где-то что-то писать, спрашивать. Угу, да, ну что, я сейчас прям добавляю, когда в обучение, там изучайте, не отпущитесь, как всё изучите. Ага, ну, всё хорошо. Угу, всё приятно было познакомиться. Так, взаимно. Угу, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!